Всем большой привет! Добро пожаловать в новый вязальный влог. Надеюсь, он будет очень интересным. Я пока что не все знаю, что в нем будет происходить. Только половину, которую собираюсь вам сейчас показать руками в кадре, просто решила поздороваться, появиться лицом к лицу. Я сама люблю такие видео на самом деле больше. Мы любим смотреть на человека, на блогера, на которого мы подписаны, а не на его руки. Но не всегда есть возможность, не всегда есть силы, желание более-менее привести себя в порядок. В выходной хочется сложить лапки и вязать, сложить лапки на диване и вязать, а не собираться. Все-таки со стороны кажется, может быть, это легко. Взял камеру и начал говорить, но на самом деле какую-то минимальную подготовку все равно нужно провести. И, повторюсь, не всегда на это есть время, силы, желания и так далее. В общем, сейчас хочу показать вам свой самый большой проект на сегодняшний момент. Тот проект, куда я все свои силы, всю свою энергию вкладываю. Это свитер для брата. Я для новеньких вкратце расскажу. У меня на канале всегда много новеньких. Каждый раз прибавляются подписчики. И я вас благодарю за это, что вы интересуетесь моей жизнью, моим творчеством. Хочу сказать то, что я на Новый год задумалась вязать для своей семьи подарки каждому по свитеру. Маме, папе и брату от маме уже готов. Свитер по описанию пяти дней, такому, луз, блуз, джемпер, даже можно так сказать, своеобразным вырезом. А для брата я выбрала тоже по описанию пяти дней свитер мобис в этом, называется описание. И вот с ним не все так гладко сложилось. Я в прошлом видео его показывала, перевязывала переднюю часть после подрезов, наверное, полтора мотка. И в этот раз я тоже, когда вязала уже рукава, свитер не готов, я просто рукава всегда сначала вяжу. То есть вяжу в первую очередь, а потом уже тело. И я подумала, что делать убавки в каждом ряду мужская рука туда не пролезет. В итоге я связала полностью рукав. Муж померил и спросил, а рукав и должен быть такой прямой? И тут я задумалась. И мне пришлось с горечью признать тот момент, что мне и рукав нужно будет перевязать все-таки с убавками. В итоге у меня готовы два рукава, тело за подрезы сантиметров 15-20. Короче говоря, чего я рассказывала, сейчас вам все на столе. Теперь уже покажу. И вот он мой красавчик. Свитер настолько огромный, что мне пришлось включить широкоугольный формат, чтобы его как-то целиком показать. Я очень горжусь тем, что у меня готовы оба рукава. Рукава просто огромная, не от подрезов 50 сантиметров в длину. Ну, так должно быть по описанию. И напомню для новеньких, для тех, кто только-только присоединился к моему каналу. Я вяжу свитер из пряжи Drop Slim. Это смесь альпаки и шерсти. 100 метров на 50 грамм. Спицы номер 4. Спицы Lanter Moon X. Добавлю свой коротенький отзыв сейчас сразу же про эти спицы. Я их полюбила всей душой. Я сейчас все на них вяжу. И это... Они не похожи на деревянные спицы. То есть это черное дерево, но по ощущениям это что-то между металлом и деревом. Они так классно стучат. Так, одну руку мне надо, честно. Дох, получилось. Классные вообще спицы. И я даже задумалась о том, что мне может быть нужен набор укороченных, чтобы вязать крыловины, рукава. Я сейчас на Magic Loop вязала. И надоело тянуть туда-сюда леску. В общем, вот на таком этапе свитер. Сейчас мне предстоит долгая монотонная работа по вязанию тела. Но когда-нибудь и она закончится. И мне нужно будет приступать к третьему проекту. Это к свитеру для папы. Тоже по описанию 5 нит. И давайте, наверное, о нем сейчас я вам вкратце и расскажу. Посмотрим. Дальше у меня еще есть парочка готовых работ, которые тоже мне вам уже нужно показать. И мы снова возвращаемся к формату лицом к лицу. И хочу вам показать вот это богачество. Это огромная бобина. Кстати, я до сих пор ее не взвесила. Я не знаю, сколько здесь. Подпишу вам на экране. Это огромная бобина софт Донни Голд Вида двойного. Которую я получила в подарок от замечательной девушки Светланы. Она меня одарила рафией своего магазина. Помните, в начале сентября я показывала огромную распаковку с этой пряжей. И вот в том числе был софт Донни Голд Вит. И я сначала думала о себе что-то связать. А потом у меня возникла идея, что классно будет папе связать Светлер из него. Оттенок такой красивый мужской. Синий. Крапушки, да, здесь такие. Давайте поближе. Голубые. И еще вот такие вот светло-светло-сиреневатые. Но ничего страшного, я думаю, для мужчин все равно. В общем и целом выглядит мужским цветом. И по идее пряжа 100 метров на 50 грамм. То бишь вот это то же самое. Но твит же раскрывается очень сильно после стирки. И я не думаю, что двойной твит вяжут на четверке. Его надо вязать. Я так смотрю на толщину нити минимум на пятерке. Напишите мне, может быть, я еще не успею к этому моменту что-то решить по поводу этого твита. На каком номере спиц вы его вяжете? И как думаете, подойдет ли эта пряжа под описание вот этого свитера? Свитер от Петитнид, я не помню, как он называется, но вы видите там на фотографии. Я, наверное, сейчас попробую связать образец и постирать его. И уже сделать какие-то выводы. Если эта пряжа не подойдет, то я тогда снова закажу дроп слима, но в другом цвете. Наверное, в каком-то светло-светло-сером жемчужном цвете. Чтобы интересно было вязать и все-таки устала я немножко от темной пряжи. У меня в этом году какой-то носочный бум случился. Я, в принципе, всегда любила вязать носки, но сейчас, когда я занимаюсь крупными плечевыми проектами, мне так и хочется бросить все и навязать кучу-кучу носков. И вот так вот появилась эта парочка. Очень быстро и очень приятное вязание было. Я вам показывала в прошлом ролике, что собираюсь вязать вот эти вот носочки. Точнее, я вам описание показывала, из какой пряжи не говорила. Я вам показала только моточек целый. Он был еще. Лана Кросса Малин Вайт Сета. Это пряжа мериносовая, носочная пряжа мериносовая шерсть с шелком 20% и полиамидом. Очень она мне нравится в последнее время. Но хочу сказать, что вот эти носочки я надела один раз, сидя на диване, для того, чтобы сфотографироваться. И пока я искала удобную позу, шорка вот сюда-сюда, я заметила, что какой-то пушок уже появился на пятке. Но я понимаю, что это нормально вообще-то для носочной пряжи. И моя сестра на самом деле носит носки уже какой-то год, вот из такого артикула. То у нее регия, это Лана Кросса. Состав у них одинаковый, выглядят они одинаково, ощущаются одинаково. И вот она уже больше двух лет носит эти носки. И эта пряжа выдает пушок, нужно обобрать его, машинкой почистить, либо так отщипать просто. И потом они нормально уже становятся. То есть сильно так не скатывают. Скатываются, но умеренно. Мне, кстати, надо завести машинку от катышек. Я посмотрела, как она работает, и это выглядит божественно. Носки просто как новые. Вы их стираете, и потом проходитесь машинкой, и они снова гладкие, красивые. Короче говоря, я с этой пряжей не собиралась в этой модели вязать. Но мне очень сильно нравится этот цвет, и эта пряжа. Я понимала, что для такого рисунка, вот где нужно прибавлять петли, видите, да? Прибавлять петли, убавлять туда-сюда, лучше подойдет какая-то шерстистая пряжа. Например, Регия Мирина Яг, или лучше всего Дропс Норд. Никаких тогда отверстий не будет видно. Собственно, как вот и автор, мне кажется, тоже Светлана Даритепло, ее ник в инстаграм. Она тоже, по-моему, из Дропс Норда и вязала. Я взяла, я вспомнила, что у меня есть классные чулочные спицы. Нет, 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 про, прям. Карбоновые, с каплевидным кончиком, с треугольным сечением. И вот получила истинное удовольствие просто от процесса, от этой пряжи, от спиц, от модели носков. И я связала буквально за, наверное, за выходные эту парочку. И эти носки, как и все остальные, тоже продаются. Я в инстаграме сегодня выложила сториз, какие носки у меня остались в наличии. В том числе и эти показала. Если что, проходите, наверное, стоит эти сториз закрепить, чтобы можно было всегда их посмотреть. Буду, если что, редактировать по мере продажи. Но это еще не все. У меня же связалась еще одна пара носков. Сейчас вам покажу. Я вам показываю эти носки на стуле, потому что стул стоит возле окна. И тут более-менее какой-то свет. Иначе, ну, очень темно, с лампой мне снимать не хочется. Такие красивущие носки у меня связались. Поближе покажу вам, чтобы вы смогли рассмотреть саму пряжу, как она легла. Это мереносовая шерсть с полиамидом. Носочный состав. Эта пряжа была подарена мне Кариной из Минска. У Карины тоже есть свой канал. И она была в гостях в Германии. Подарила мне вот эту пасму, еще Baby Alpaca, которую тоже мне очень хочется уже извязать на митинге, на повязку. И вот долго лежала, смотрела на нее. Она в красивой такой смотке была. Потрясающе просто пряжина. Покупала здесь в Германии. Это ручное окрашивание, кстати. Я не сказала, это самое главное. И в итоге я ее размотала. Решила ничего не откладывать на потом. А вязать все. Использовать все самое лучшее здесь и сейчас. На канале у Даши Малеева Ниц я увидела интересную модель носков. Вот она вязала тоже такой рулик. Резинка 1х1. И дальше идет резинка 3х1. И вот одна лицевая, одна изнаночная меняется. И я вдохновилась этим носочком. Мне кажется, много кто вдохновился после того, как Даша их показала. Где-то я еще слышала и не один раз. Даша мне уже говорила, что это не я носки придумала, это Лана Гросса. Но даже почему-то в журнале Лана Гросса я на них на внимание не обратила. Когда ты показала, то мне сразу захотелось тоже такие же связать. Эти носки получились на ногу, наверное, 41, может даже 42. Надо попросить мужу примерить у него 43 и точно определить этот размер. Так что, кто хочет, пишите эти просто шикарные носки. Свободные. Здесь я сделала простую пятку, неукрепленную. Мне показалось, что гладко будет очень хорошо смотреться. Вот такая вот красота. Девчонки, отвлечемся немного от вязания. У меня тут такое событие произошло, девчачи, огромное. Я, честно говоря, никогда не мечтала об этой штуковине, но вы видите по названию. Это стайлер от Dyson, который делает локоны, выпрямляет волосы, сушит их. Короче, такая многофункциональная штука. Штука не дешевая, поэтому я не думала об этом. Но посушила волосы, я всегда носила либо хвост, либо распущенные. И пошла в свет. А тут соблазнительница Лика с канала Лика Короликова. Лика, привет тебе большое. Но ты просто искусительница. То ты спицы купишь, то ты стайлер купишь, все это показываешь. И невозможно просто не повторить за тобой. Так бы я сказала. И, кстати, раньше Маша Долженкова была такая вот у нас в вязальных кругах. Она постоянно покупала какую-то невиданную пряжу, показывала это. И ты тоже сразу хотела это все. В общем, сейчас Лика продвигает в массы всякие штуки. И вот я такая к мужу говорю. Я по себе на Новый год хотела вот фен, стайлер, все вместе. Он говорит, окей, хорошо, давай купим тебе на Новый год. Пришло какое-то время, я сижу дома, смотрю, какие-то видосики я смотрела. Мне опять попался у кого-то этот стайлер. И я тут решила, что зачем ждать до Нового года, когда надо жить здесь и сейчас. И мы заказали. Вот как это все красиво выглядит. Такой огромный кейс. Не знаю, где его хранить. У нас квартира очень маленькая, пока он у меня стоит в ванне на стиральной машинке. В ванне, собственно, перед зеркалом я себе навожу красоту. И пока он там. Не буду подробно вам рассказывать. Захотите, сами найдете видео. Но скажу вам честно, я вот три раза уже им пользовалась. Первый раз пробовала сделать локоны. Второй раз тоже локоны. А третий раз вот сегодня я их выпрямила. То есть сушила и выпрямляла вот этими щетками. Эффект вау, честное слово. Раньше я пользовалась утюжком. Но сначала высушить волосы, потом утюжком сделать. Сейчас это все делает фен. Фен стайлер. Одновременно сушит и выпрямляет. Я еще не знаю всех его возможностей. Но то, что я попробовала, меня уже впечатляет. Я думаю, он стоит своих денег. Особенно классно было бы тем, у кого волосы не такие длинные, как у меня. Когда можно и закрутить их вовнутрь, и локоны сделать. Все это гораздо легче, чем на такую длину, которую я отрастила. И я отращиваю еще дальше. Не знаю, может быть психану и подстригусь. И вот для тех, у кого короткие волосы, мне кажется, это вообще незаменимая просто вещь. Раз, два, три, и ты красотка. Все готово. Так что я такая счастливая. На Новый год я буду без подарка, потому что он уже прошел. Но я безумно-безумно рада. На Новый год у нас есть другие интересные планы. Путешествия, как всегда. И я думаю, что это тоже очень классный подарок. Поехать куда-то. Куда-то зимой в снег. Зимнюю сказку. Ладно, об этом вы все тоже увидите. В общем, я счастливая. Порадуйтесь за меня. Я хочу поделиться просто этим с вами. И может быть тоже кого-то заразить и сподвигнуть. Как со мной это произошло. Ладненько. Давайте теперь снова вернемся к нашему любимому хобби. К вязанию. И вот настал этот самый классный момент, когда вечер. Уже горит лампа. Я сажусь на диван. Включаю видео любимого блогера. Сейчас узнаете, кто это может быть. Увидите, приблизите. Там сохнет мой шарф, на котором уже зрято потоптались кошки. И я приступаю вязать. Точнее, я уже приступила. Я буду продолжать пока что вязать новый процесс, проект. Это снова носки. Носки Unisox. По описанию. Они жильцовые, конечно же. Но люблю вязать носки. Я не могу ничего с собой поделать. Да, у меня лежит за спиной свитер, который тоже требует внимания. Но хочу немножко переключиться на мелкое вязание. На эти прекрасные карбоновые спицы. Обожаю, как они стучат. Какие они острые. Какими вязать. Классно. Это пряжа у меня Ализе. Так, этикетку я оставила на столе. Уже не буду брать. Ализе еще Superwash. И не, как она называется, Comfort Socks. То есть это еще та Ализе 2021 года. Да, наверное так. Середина 2021 года. Я была в Омске. Мне Катюша Катера передала подарочек. Я была очень-очень рада. Я уже почти всю пряжу извязала. И у меня вот остался этот моток Ализе. Ализе и еще Регия в маленьких моточках по 50 грамм. Я думаю, что это будут носки для моего дяди. Не на продажу. Не буду их продавать. Я хочу их подарить своему дяде. Сделать подарок на Новый год. У меня здесь в Германии живет папина сестра. И вот ее мужа. Он очень классный мужик. Прям офигенный. И хочу тоже его порадовать. Мне кажется, он оценит у них свой большой дом. Все в плитке. И я думаю, что классно будет ему ходить в этих теплых носочках. Вот. И еще я собираюсь сейчас между делом связать образец из двойного вида. И все-таки понять, какие спицы подходят. И буду ли я все-таки вязать папе свитер из этой пряжи. Или же мне нужно заказывать дропс лиму. Сейчас свяжу и покажу вам сразу же готовый результат. Но не стиранный, конечно же. Всем доброе утречко. Так выглядит сумка-вязальщица. Это не основная, конечно, сумка. Но тем не менее. Всегда что-то с собой. Шарфики, носочки и так далее. Что хочу вам сегодня рассказать. Не сегодня, а сейчас. Может быть, сегодня что-то еще новенькое появится. Я не знаю. Я вчера связала образец из двойного вида. Так, тут не фокусируется. Связала его на спицах номер 5. Постирала, он высох. И знаете, только начав вязание, я уже поняла, что эта пряжа под задуманный мною проект не подходит. Она слишком толстая. Смотрите, вот он двойной распался на одинариной. Интересно. У меня вот посещает мысль, может мне получится все-таки разъединить его. И я бы тогда батя на кофту себе сфазала за эту пряжу. Короче говоря, плотность у автора 20 петель на 10 сантиметров. У меня 15. Это очень много. Но сначала была мысль, кстати, он так офигенно греет руку сейчас. Прямо вообще такое тепло идет. У меня была мысль завязать себе какой-то кардиган, либо большой объемный свитер. Но я думаю, лучше я оставлю его полежать, подумать. И может быть получится у меня разъединить его. Видите, он легко, в принципе, распадается. Он слабо скрученный. Но цвет очень красивый. Мужу тоже понравилось. Ой, какой красивый твит. Красивый цвет. Такие вот новости на сегодняшний час. Такие вот новости на сегодняшний час. Такие вот новости на сегодняшний час. Всем привет. Доброе утро, наверное. Это заметно по моему лицу. Я уже пришла, дошла до работы, но у меня есть еще немножко времени, чтобы вам показать мои вчерашние покупочки. Купила кое-что интересненькое. Вчера уже поздно было, темно, и сегодня с утра не было времени, конечно же, сборы на работу. А сейчас у нас довольно-таки прохладно. Я уже в зимней куртке моем. Шарфики. Шапка у меня тоже лежит. И про шапку тоже пару слов сейчас скажу. Она, конечно, черная, и на ней видно все, что в ней липнет. Каждый раз приходится ее отбирать. В общем, этой шапке уже я вчера просто с ужасом каким-то поняла. Уже больше пяти лет. И я ношу ее каждый сезон, правда. И зимой, и весной, и осенью. Сейчас тоже снова достала. Эту шапку я висала по мастер-классу на ютубе от Лены Котиковой. Не помню, как она называется, но вы с легкостью надеваете вот такую макушку. И вязала ее из пряжи Ализе Кашмир. Помните? Стограммовые моточки, стопроцентная шерсть. Я так подозреваю, что это мериносовая шерсть, потому что она мне не колется. Она достаточно мягкая. Вязала, как сейчас помню, на спицах два с половиной от Ади. И вот столько лет она у меня слушается, ничего с ней не происходит. Я ее стираю, она снова просто как новенькая становится. И немножко про мои покупочки. Это опал, вы видите. Коллекция по произведениям, окраска по произведениям художника Хунда Атваса. Не могу по-русски сказать без акцента уже это слово. Так красиво она выкладывается. И, честно говоря, мне этот оттенок, наверное, больше всех нравится в этой коллекции. Когда к нам в магазин пришла эта пряжа, я не сразу, но увидев, что у нас остался последний моток этого цвета, отложила себе. И вот вчера его выкупила. Скорее всего, буду вязать сама. Может быть, кому-то подарю. Вот. Такая красота. И второй моточек это стандартная носочная пряжа, только твидовая, от Лана Гросса. Очень люблю вязать из такой шерстистой пряжи. И вот, думаю, свяжу какие-нибудь стандартные носки. Может быть, тоже модель от Светланы Дари Теплом с дырочками, да, с такими разрезиками. В общем, купила вчера такие два моточка. И что хочу еще сказать, близится же у нас наш долгожданный праздник, Новый год. И на фоне этого события Катя Ра проводит каждый год обмен подарками, Тайны Санта. Я в этом году снова буду участвовать, не знаю, какой это год уже, четвертый или пятый. И вас тоже призываю участвовать, девчонки, не только из России и стран ближнего зарубежья, но и из Европы. С каждым годом, кстати, нас становится все больше и тем интереснее. Так что у Кати на канале будет отдельное видео, посвященное этому проекту, где она подробно расскажет все условия и так далее. Поэтому проходите, смотрите, не пропустите, пожалуйста. Это такая классная штука. И, может быть, один из моточков подарю в Тайном Санте кому-то. На этом буду я закругляться. Побежала на работу, время уже поджимает. Спасибо большое, что посмотрели это видео и встретимся с вами обязательно в следующих роликах о нашем любимом хобби. Всем пока-пока.